Всем привет дорогие друзья, с вами Максимлен Джонс и сегодня мы с вами отправимся исследовать мир игры Malus. Это новенькая экшен-рпг, которая очень похожа на Diablo 1, но с боевой системой от Dark Souls, то есть с перекатами, с кувырками и прочим. Также, перед тем как мы перейдем к самой игре, хочу в первую очередь предупредить внимательно изучать системные требования, потому что игра довольно-таки требовательная. Что еще? На самом деле это не целиком проект, это лишь маленькая сборка, так сказать, демо проекта. Здесь есть короткий основной квест, маленькая карта и в принципе один легендарный предмет, что в принципе нам пока и не мешает особо. Мы лишь хотим познакомиться с миром игры и узнать, что нас будет ожидать уже когда игра выйдет целиком. Так что не будем ждать и приступим к игре. Вот мы и плавненько перешли к главному меню. И опять же, прежде чем мы начнем, как я и говорил, требования здесь жесткие. И если у вас не самый мощный компьютер, то рекомендуется снизить такие параметры, как постпроцессинг и тени, эффекты и фолиадж. Которые очень сильно влияют прекрасно на фпс. Я настроил их на самое низкое, здесь на эпике, чтобы было комфортно играть. И, к сожалению, на моем картофельном компьютере это держится на 35 фпс. Но если у вас мощная машина, желаю вам удачи. Ладно, начнем. Ребята даже встали, чтобы меня поприветствовать. Мне приятно. Выберите гендер. Во-первых, хочу сказать, что я не добря. Гендеров не два. Их много. Но мой, я буду играть мужиком. Причем он, кстати, маг. Ну, в любом случае, мне кажется, начинаем мы одинаково в трусах. Что произошло? Я ничего не помню. Lost in the woods. Найти ближайшую деревню. Кстати, я удивлен, но в меню больше всего у меня жарало как раз фпс. Здесь уже спокойно поднимается, ну, в моем случае, до 50. Немножшее обучение. У нас скиллы, ну, в принципе, стандартные. Также разработчики позиционируют игру как хора. То есть у нас есть фонарик, мы ходим по страшным местам. Вот как здесь, например, я уже вижу паука. Давайте-ка мы экипируем все. Ай, блин, только подсветил себя. На меня сразу напали. А ты можешь ударить? Блин, а как бить-то? Я, кажется, пропустил этот момент. А вы кнопку мыши. А, надо зажать ее. Все. Блин, я, конечно, протупил в самом начале и уже при смерти нахожусь. Но ничего страшного. Думаю, мы и без этого выживем. Полин, все время забыл, что надо зажимать. Ну, во время боя это же вообще неудобно зажимать-то. Жить можно так. Так, 28 голды уже неплохо. В принципе, мы хотя бы при деньгах. А здесь кого-то, по-моему, расчленили. Тут даже призраки есть, которая говорит, найди меня. Подожди, что? Черт, я сам не знаю, чего. Сейчас будем искать, видимо, призрака. А, а-а-а, если нам дадут. Кстати, удобный откат назад. Он так неожиданно на меня выскочил, что я успел откатиться. Ху-ху! Нифига себе, SpaceX здесь. Ху-ху! Жалко, что не совсем удобно в стороны откатываться. Он может либо вперед, либо назад. Надо бы... Стоит добей их. А, это уже мертвый. Я даже не знаю, стоит ли рисковать. У меня жизни вообще совсем нет. Как ее восполнить, я даже не представляю. Ну, у меня, в принципе, уже почти и второй уровень. Думаю, при вкачивании мы как раз восстановим здоровье. И вы, дед! Дед, дед. Напоминает, кстати, дарцовку. Мы вот оттуда и взято. Ладно, хоть... Ой, красавчик, все, смерть. Болин. Пещера какая-то. Ой, я понял, я понял. Я иду нахер, я иду нахер. Ой, я вообще иду нахер. Я вот на такой хер пойду сейчас. До свидания. Отлично, я нашел Робу, но она опять же на пятый уровень. Черт, стой. Нет, 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 не убивай, не убивай. У меня же один хп был, как так? Почему я снова дед? У меня какой-то баг произошел, я теперь не могу их атаковать из-за того, что я вот быстренько здесь прошел. Черт, отстаньте, ребят. Подожди, что за фигня? Почему у меня предметы дублируются? Что вообще происходит? То есть, смотрите, я заново начал, у меня первый уровень, но при этом у меня остались предметы, еще они дублируются. Ну, здесь явно какой-то баг. Смотрите, у меня опять меч в руках. Блин, опять, смотрите, у меня меч дурацкий в руках, из-за которого я не могу сражаться. Все. Видимо, придется начинать новую игру, и в этот раз за женщину. О! Вот это другое дело, ребят. За женщину хотя бы приятно играть. А, нет, они все-таки есть. Блин, ссориан сперматоксикозники. Не в ваш день. Готово. Уже почти второй уровень. Кстати, у меня как-то легче идет, либо я приноровился, я не знаю. Блин, маны-то нет на откаты-подкаты. Попробуем, что ли, в этот раз в другую сторону двинуться, потому что в этой вообще ничего нет. У меня и опять ничего нет с предметов толку-то. Давайте по одному отцеп... Нет, блин, я не хотел назад. Так, паучки, давайте по одному. Блин, я пошел, конечно, на второго. Еще третий подошел, вы издеваетесь. Но разве что он бьет не по одной цели, а может сразу по нескольким. О, шайтан выпал! Не... Не выпал легендарный предмет, шайтан! Ну, блин, он на десятый уровень. Блин! То есть шанс выпадения 15%. Я не думал, что он в самом начале думал с какой-нибудь босса. Лоу, мне в самом начале выпала легендарка. Ребят, мне так в жизни не везло. Мы вообще не имеем права умереть. И посох мне выпал. Ну, блин, он тоже на шестой уровень. А вот, кстати, и деревня. Наконец-то я ее нашел. Я могу здесь сохранить у огня. Отлично. Все, сохранение у нас есть. Женщина, вставай. Лоу, у них кузнец, женщина. Мне нравится эта игра. Я не знаю, кто я. Я ничего не помню. Это странно. Блин, конечно, это странно. Ничем она не помогла. Может, ты что-нибудь продаешь? Отлично. Даже на первый уровень? Супер. Сколько стоит? 53. В принципе, нормально. Я думаю, раз здесь лук нам нельзя, давайте щит хотя бы возьмем. И мне уже со щитом гонять. Это все продадим. Продадим. Что, простите? Я шайтана продал! Шайтан, прости, друг. Я не посмотрел. Ужас. Блин, ты ж гидарный меч отдал. Я думаю, откуда у меня такие деньги? Конечно, дурака. Все, я полностью экипирован. Я готов наказывать. Фонарик еще один возьмем? Конечно, возьмем. Что еще? Колчан, давайте на будущее тоже возьмем. Куда его можно засунуть? Пока никуда, я понял. Отлично, все, я полностью экипирован. В деревне есть еще что-нибудь интересное? Кроме стражников. О! Пардон! А, вот, Камилл меня к нему отправил. Она как раз говорила о том, что здесь какой-то странный чувак стоит. Который особо-то ничего не говорит. Он только мычит. Короче, мне надо отсюда уходить. Меня здесь найдут. Супер. Странный мужик. Ну, как и во всех сериалах игр, всегда есть странные мужики, которые несут всякий бред. Я думаю, нам надо вернуться, сохраниться и продолжить наше путешествие. Все, я сохранился. Теперь у нас есть хотя бы щит. И у нас есть первое заклинание, которое мы можем использовать. Тогда просто скачиваем силу, я думаю, и не будем париться пока что. В этом случае. Странник нас отправил на северо-восток. В принципе, мы идем по этому пути. Давайте как раз попробуем нашу способность. Что она делает? Ой, блин, тут скелеты пошли. У меня щит... Ого. А щит вообще пробивается? Лоу, щит не пробивается. Но она расходует, видите, ману немножечко. Ну, совсем немножечко она успевает восстановиться. Ну, ладно, ладно. Так, ребята, отдыхаем. Кости вонючие. Если что, я не хотел этим оскорбить какого-либо костю. А, вот, вот как она работает. Все, я разобрался. Видимо, она работает только в самом начале. Ей надо успеть замахнуться, иначе толку от этого нет. А, блин, полетел, смотрите. Пока, Костян. Мы идем дальше. Попробую все-таки свой щит со спины ударю как... Так, ребят, вы все равно получите свое. Даже не думайте зажимать бедную женщину. Получай щит. Ты смотри, один получил, второму мало. Спрячься оружие, это ускоряет восстановление здоровья. Отлично. Слушайте, нормально качается, поэтому, видимо, зелье восстановления нет. А тут мы уже подходим к какому-то интересному месту, смотрите. Сколько здесь крови. Вот, 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 опять призрак. В этот раз кричащий. Знак вопроса, серьезно, это весь сюжет, это все диалоги. Нам этот незнакомец мучал с куктом. И все, что ты можешь ответить, это знак вопроса. Вообще, как ты можешь озвучить знак вопроса? Типа, угу, ну, там даже не было написано. Эти женщины, господи, это знаете, они пишут вам 3M, 3 точки. Вот хрен пойми, как это вообще понимать. Ого! Я понял. Йоргус, не надо, Йоргус, нет! Вы что, издеваетесь, что ли, какой Йоргус? Ого! Нет, давайте без Йоргусов. Это что еще за хрень? Блин, какой шанс его убить? Но он тоже какой-то не особый меткий. Но это вообще какой-то ад сейчас происходит. У меня манны не хватает, чтобы даже нанести ему супер удар. А нет, вот хоть его. Ах ты, Йоргус, проклятый! Забытый! Так, все, все, я понял, я пошел. Нет, только не скелет, только не скелет. Пошел в задницу, скелет, где в задницу? Все, улыбки, скелет, пошел в задницу, мне это радует. А Йоргус, меня чуть не убил. Йоргус, не надо, не надо. Тихо, остановись. Мужик, серьезно, что я тебе сделал? Неужели я заслужил такой участи? Перестань, ты меня пугаешь. Ха, на тебе щитом! Я понял, тихо. Быстрее уходим, уходим. Да не смотри ты на него. Там еще эти пацаны, друзья его, Йоргус. Нет, скелет, скелет, ты вообще не в тему. Серьезно, у меня шесть жизней. Йоргус, до свидания. Блин, это падла еще ему подсирает, здесь ходит. Где этот придурок? Блин, там еще один придурок, вы издеваетесь, что ли? Два дебила, это сила, три дебила, это мощь. Я понял, я ухожу, я ухожу, я ухожу. Одному придурку положить. Ну все, все, давай, давай, что ты там, что ты там выпендрился, а? Да блин. Можешь еще выпендриваться немножко? Черт, как же неудобно. Да ты да задолбал своими заклинаниями. Сейчас ты у меня что-то по жопе получишь. Точнее, по копчику. Все, чувак, умирай, просто умирай. 66 голды с него выпало. 66 голды, я сражался не зря. Я сражался не зря. Пристрели меня, пожалуйста. Даже случненько 89 сейчас выпало. Во всем этом должен быть смысл. Мы должны куда-то уже прийти. Вон, я вижу эти кровавые следы. Я просто пробегу. Ребят, все, вы мне надоели. Вряд ли здесь второй босс появится. Давить. Вот, все, мы пришли в какие-то катакомбы. Новый квест. Получается, руины замка. В принципе, знаете что, ребят? Вот сейчас, я думаю, здесь будет сохранение. Я надеюсь. Пока что я вижу только приход в другую локацию. Я опять фонарик, серьезно? Думаете, он мне нужен? На самом деле, я не уверен, сохранилась игра или нет. Но я все-таки буду завершать свое видео. Потому что это всего лишь первый взгляд. И если вы вдруг захотите поиграть в данный проект, я не хочу вам портить впечатление и раскрывать весь сюжет. Я просто хотел показать вам, как выглядит игра, как выглядит геймплей. И немножко рассказать вот по ходу сюжета. И в принципе, я думаю, мы на этом и завершим наше видео и перейдем уже к мнению об игре. Вот мы с вами и сыграли в новую убийцу Диаблы. Ну, как убийцу? Скорее, пародию на Диабла, но с файтингами именно от Dark Souls. И что я могу сказать? Проект еще довольно сырой. О чем нас разработчики, в принципе, и предупреждают в самом начале. Так что абсолютно никаких претензий. Сама игра по себе довольно-таки требовательная. Так что если у вас не самый мощный компьютер, будьте аккуратнее и внимательно озвучите системные требования. Что дальше? Здесь также наблюдаются еще баги. Как вы видите в самом начале, когда я играл за мужчину, после нескольких смертей у меня постоянно появлялись те же самые предметы. Все дублировалось, я просто уже не мог дыраться. Но это ладно, это опять же ранний доступ, не будем как бы наезжать. Дальше момент. Прикольно было то, что вы в самом начале могли просто, так сказать, сократить. Дорогу и вообще пройти квест по-другому. И еще вы видели, тоже у нас их было две дороги. Одна вела прям, буквально через секунду вы уже в деревне, а другая дорога вела в пещеру, где мне просто дали люлей, так сказать. Вот. То есть интересные локации, которые в будущем, видимо, будет еще больше. Это только ранняя версия игры. Также мы попали в замок, в деревню. Есть кузнецы, продажа. Легендарный предмет, который у нас выпал. Что удивительно, хотя вообще не должен быть. Самое обидное, то что здесь выпадают предметы, вот как раз, на больший уровень, чем ты имеешь. То есть никогда тебе не выпадет предмет твоего уровня, либо меньше. Или хотя бы мне так просто не везло. Что еще? Геймплей, в принципе, интересно. Это типично Diabloid. Так что, опять же, на любителя. Если вы любитель Diabloid, то можете попробовать. Что я вам хочу сказать. В принципе, вы можете сейчас приобрести данный проект за 200 рублей, что, в принципе, не очень такая большая цена. Поиграть, пройти вот этот вот пролог и в будущем ждать дополнений, обновлений, когда уже выйдет игра целиком и насладиться ей. Проект не отталкивает, проект приятен. Так что, думайте сами, решайте сами. Ну, а с вами был Максим Ильяна Джонс. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok